ну еще христос воскрес все плохо слышно меня слышно да слышно рядом держи микрофон ничего не слышно ни одного слова ни слова не слышно что-то у тебя там замкнуло вот какое-то такое хвак они давай ну на баба баба ничего не слышно слова-то счетом у тебя проверь как микрофон у тебя как будто он с похмелья вытащен ничего не слышно ну давай считай еще говори чтобы сложное было просто ах а сейчас как ну никогда оба баба считай раз-два-три хотя бы раз-два-три раз-два-три что там у тебя было хорошо слышно сейчас ну лучше чем конечно раньше то странно очень странно как же так ну давай а так может тут что-то так так нет тут все нормально игнать тихонович ну вот терпение насколько давайте о терпении поговорим раз вы мне дали задание начитать о терпении стихотворения надо терпение сказать хотя бы несколько слов насколько оно важно вообще важно терпение жизни горе потерявшим терпение прямо говорится горе тут и толковать нечего терпение нету все высловался раньше времени башку отрубят лучше всего сказать терпение это у подводников и у снайперов у них нельзя ни одного движения сделать чтобы не обнаружить себя ну а вы когда охотником были охотились там я охотился за всю жизнь не убил ни одну утку я рот разину и смотрю как они плавают а ружье рядом лежит вы тренировались таким образом или что куда другое дело там сорок ворон это я стрелял а у так нет ни одной не убил ни одной куропатки не убил просто наблюдал лежала все ну а можете из жизни рассказать примеру вот насколько терпение пригодилась и наоборот если вот нетерпеливый какой-то там потерпел какой-то вред мы вспомните что-нибудь да тут все помните я на каждый день почти это встречаюсь или с самим собой или где-то нот на меня напала какая-то фигура так назовут а то будут догадываться что про его рассказываю ну и что терпение он говорит всякие там мерзости а я сижу здесь и не я ему знаю ответить он говорит про себя это его все что говорит у меня ничего это в жизни не было ну конечно по человечески хочется ответить не надо это мне всегда вспоминается слова михаила илларионовича кутузова он горит наше дело отсидеться терпением а зима придет и француз сам уйдет так и получилось бородинское сражение вообще не нужно было совершенно но император велел дать сражение дали он перемерз и ушел терпение терпеливо надо ждать терпеливо потому что мы знаем что плюс что минус а как добиться не знаем и начинаем я молился бог не дам а сколько что молился то терпение нужно вам вот исаак молился жена неплодная 20 лет и он молится полюбит и друг раз двойняшки да еще какие двойняшки на всю последующую историю два враждующих племени еврейская мусульманская измаилиты то что терпение нужно вам и горе потерявшим терпение ждать не могут мы не можем ускорять события которые бог назначил вот у меня приходили ко мне домой было баптисты ну я им говорю но они тоже согласились послушать иоанна златоуста притча о десяти девах я начинаю читать они пришли они вот крутятся иконы смотрят нисколько не могут храм придут вот так вот как будто шило кто-то и воткнул ну а когда он будет говорить томата что такое масло но сейчас будет он проповедь только начал говорить то они не могут досушить до конца абсолютно нетерпеливые поэтому у них ничего и нету терпеливый он лучше завоевывающий города он знает ждать время доверяет богу и бог показывает солнце склоняется к западу но еще не ночь пойдешь сейчас тебя заметят издалека я отъездил когда была у нас миссионерская поездка и наш один здесь его сейчас тут нету я говорю нигде чтобы искры ни одной не было это же огонь его далеко видать то а он ни слова не говоря взял фонарик пошел ночью на двор и фонариком светит а там не горы ничего ну может быть где-то бы на сучок наступил нет я ему выговорил до кону поднялся еще и кончилось ничем пшик и ничего нет его нету мы я понял это навык терпения который тренируется или это что то что надо знать от терпения абсолютно везде требуется где действие продолжительное когда ожидаешь и нужно это знать терпение я вот с птицами когда возился я все время с птицами возился я терпеливо жду ли залягу в траву там бинокль откуда был не знаю откуда меня бинокль то был мне лет десять было я издалека а это приближает ну раз шесть приближает я смотрю как коропан это самец коропатки как он свое гнездо обиходит грачей бьет а сама как свеча вверх подлетает я видел это все своими глазами мог бы написать и где бы то что ни было перетерпи вот она поносит там кто-то тебя а ты перетерпи ни слова не говори не пожалеешь да вот она неправду говорит знаем и бог покажет неправду у меня никогда-то сегодня прям было это событие я ничего не отвечаю никому зачем я чего оправдывается должен а зачем оправдывается доход люди смотрят смотреть не будут до меня это не касается не смотрит значит он не избран у него ничего и нету сегодня от один пришел из америки пятидесятник ну ролик будет через неделю стоять а мы все время вас смотрим и я всем о вас рассказываю всем говорю даю там прослушать другой точно так же я еще должен говорить я промолчала потом начал его крушить со всех сторон что такое секта откуда вы взялись где конечно его может быть неприятно но я выслушал а теперь начал раскладывать это все речи может быть последнее я должен поторопиться рассказать я эти стихотворение то что ты его сам насчитал стихотворение то но она у меня где-то я его не могу найти а система не пропускает нужно что-то добавить а терпение стихотворение два спереди за сзади просто насчитать и прилепить и тогда система пропустит главное а терпение там есть это который ты насчитал то это в тюрьме к этой беседе мы добавим все чё налепим горе потерявшим терпение они горит терпеливо ждут дочь когда будет якоб об этом пишет бог дает ранее поздний дождь а как будет не знаю надо уметь ждать а ждать как надо в это время быть заняты мыслями так угодно богу он сам сказал терпеливо ждать а если терпения нету тогда говорят переходи на долго терпение запасная рельса есть еще то есть вы настраиваете себя как бы то есть вы думаете о том что господь все сделает так что ли ну как все сделать то есть ему даете место чтоб он проявил как-то до промысла конечно вот мы особенно в дороге ехали как говорится терпение нужно ходу нету и ходу нет очень серьезно сломалась в швеции когда мы были то у меня в жизни кажется это было самое большое такое безвыходное положение никто не знает нас машины несутся туда эта машина не заводится что делать спасаете евро деньги и бог так сделал мы подождали подождали ничего нету спокойно спите и там впереди в низинке видать один дом и мы если бы раньше пришли или позже хозяина бы не было что-то домой что ли заехал и он нас увидал и мы поговорили ну он-то маленько по-английски да и мы маленько но и так и сошлись мы говорим полиция нужна маленько погодя полиция приехала ждать они сначала доехали до нас развернулись и назад не говоря ни слова то есть увидели что действительно стоят машины и стоят бородатые какие-то ну и дальше уже они сами приезжают спрашивает есть нет у вас деньги рассчитывается надо эвакуатор вызовем мы все так дальше пошло мы терпеливо ждали ждали намеченного часа и нас потащили а дальше еще потащили такого же наняли наконец довезли нас до балтийского моря а там погрузить тоже надо платить она сама машина не идет а там дали сигнал в испании а в испании человек из калининграда булкин димитрий он дал указание чтобы за нами прислали в литву эвакуатор где мы нас где сняли совершенно мертвая машина ее там мастерских пытались смотреть и показали что это нет закрыта это везде так куда бы ты не повернул это везде так игноти конечно увы же еще раз повторю как научиться терпению это навык которые как это как мышцы можно и как бы накачать или что как я не могу так то ответить чтобы понятно был я молюсь я на моли молитва меня удержит я помолился господи как тебе угодно а сам это время размышляю считаю рассматриваю это событие чтобы если бы я вылез сейчас было бы что-то не было у бога подготовительная работа идет и мне надо научиться ждать вырос размышления о и воображение включаете начинаете как бы прогонять до варианты у меня круговой обзор со всех сторон а если это так будет а вот так как и опять выход в одном только ждать ваша сила сидеть спокойно господь говорит сидеть спокойно нам не надо сейчас какой юридикции чего мы мэр пцз и мы ждем спокойно и бог дал друг такого митрополита где у нас вообще загвоздки никакой нету он все вокруг потушил вообще в этом миме парке вообще нигде ничего нету на нас даже не видно за объявление о лагере которые мы вывешивали в городе по столбам посылали этих семинаристов и они срывали и писали ересь 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 а тут наше объявление под колокольней центральном храме в его епископском митрополищем и висела все время на дверях все лето наше объявление никто не пришел не позвонил но само по себе есть событие то какое а мы ждали ждали долго и господь усмотрел видя наше терпение он дал такого человека а а бывает такое что не до терпишь бывает как человек но видишь что уже все и надо счета делать а что делать то не знаешь куда или как идти у меня было такое в горах если бы мы пошли раньше кажется было бы лучше попозже тоже но мы пошли когда пурга началась а там ни дороги ничего нет и мы последние метры ползли ползли на на животах ноги не держат и все равно мы остались живые хозяйка соседнего двора куда мы заползли несет что-то свиньям видать хлеб там плавает я только прошептал хлеба она мимо прошла не поглядела даже а соседи видимо сказала они подошли помогли нам на ноги встать за стол посадили мы за столом и уснули вот как я ждал своего момента такого нет нигде что вот сейчас вот ждем мы никакого решения нету относительно где был лагерь музей мы все сделали обращались прокуратуру везде депутатам ничего нету что делать молитва прокурора максим звать все молятся и все чтобы бог усмотрел а как он усмотрит не знаю вот я говорю у меня начи ночью и два священника вот здесь прям вот я руку протяну вот один лежит вот второй помолимся мне уже деньги книгу выкупить а откуда вы понятия не имею я жду терпеливо жду и вдруг ночью звонок утром получите деньги совершенно незнакомые люди с сакрамента а что помогло название лагеря сейчас климента анкирского у них дядя умер климент и кто-то им положил на сердце что где храм во имя климента молитва доходит лучше а его нас лагерь а нам все равно видишь как вот начнешь смотреть ну шага нету где бы надо было ждать вот они ко мне ломятся какие-то я наружу наблюдения включил чужие люди я позвонил сергею сергей не подъехал машина милицейская подъехала я био я-то вижу все вижу все и записываю а если бы открыл открыл неизвестно вот соседа соседка открыла вот рядом прям рядом вот с храмом ее зарезали сразу а у меня вот вчерашние ролики поставил и на меня выходит человек и и говорит говорит не правду такой тяжелую неправду думает как бы это уколоть меня я тогда этот ответ под моим роликом его скопировал поставил смотрите сами человек который ничего кроме добра от нас не имел ничего большая забота нем было и он идущий мой хлеб поднял на меня пету ничего перетерпим а можно игнать их а можно перетерпеть ну то есть сверх того перетерпеть и из этого выйдет что-то несуразное такое бывает тоже бывал ни разу этого не знаю а как я допустим ждал человека где его искать не знаю я начал молиться и он является как я дальше могу перетерпеть никак объявление дали ответа нет а есть знаете вот в миру ну как в миру вот и тренеры там всевозможные такое говорят что например если хочешь чтобы у тебя какое-то желание осуществилось но ты как бы очень хочешь но они так советуют что ты как бы отпусти ситуацию то есть не думал особо там не не сокрушайся об этом не думай просто предоставь это они как говорят вселенная там во вселенная но мы знаем что это господу предоставь то есть особо там не как сказать не переживай там не это и вот отпусти ситуацию и она потом все равно придет если ты это действительно те это нужно этого хотел есть такой игнать тихомыч может быть и есть я в хорску про себя вот у меня суд шел и каждый раз откат назад год суд прошел и еще не вы решили опять отменили 2 3 5 10 11 год один отшел за суд и наконец нашелся человек я не могу найти в москве амелина фамилия президиум верховного совета ссср была и она там сумела как что сделала чтобы все отменили начали по новой а по новой другие студии все решили мою пользу я вот сижу благодаря тому что 11 лет ждал я не сложа руки сидел я работал писал собирал данные а сколько людей за это время услышали о боге о христе о спасении там среди кабинетов да и там коридоров этих в это имеете ввиду но это имею ввиду мне за меня сильно был со мной ходил на гтрк почем стоит один часть записи лир фамилия его лир кажется иван иванович или ильич и у его внезапно убил убила машины что ли говорят он со мной ходил везде председатель краю районного суда видишь как и это ничего потеря одна случилась от меня это не зависело я дальше жду работаю жду да бросьте вы это верующие вы да вам надо ли это надо я получил это так у тебя осталось 7 минут я знаю гнать игорь смотрите вы рассказали про кутузова а вспоминается осада берлина когда уже в принципе уже он был осажден сорок пятом году и можно было тоже потерпеть подождать пока они там с голоду там сами не повыкидывали бы этих ну не вывесили бы белый флаг но жуков или кто там послал давай все давай штурмуем его и сколько там людей положили 470 тысяч в последний день войны зачем не зачем безумие солдат не жалеть бабы нарожают новых вот лозунг это ни один немец ни один фашист этого не делал они берегли людей десятки раз высчитывали отступали за каждого русского за каждого немца убитого 5-6 человек платили ну какая же это война то была и сегодня вот сегодня со мной один белорус говорил в америку уехал их себе 14 детей 14 сколько добавляется америка то она за это время раза в два увеличилась а советский союз уменьшился в два раза ждать не могут сегодня же а не надо было воевать там пришло время горбачёв родился и все и гитлер ничего не мог сделать а он сделал развалил и мирным путем ни один не погиб ну может быть три человека там были какие-то на танк залезли ну вот еще ладно тут ним по горячим следам вот вчера я узнал что в екатеринбурге оказывается хотели построить храм в сквере там честь екатерины муть великомученицы и народ восстал народ не захотел этот храм оставьте нам зелени побольше ну так и такое противостояние произошло я видел это видел там этого папа повалили маленькую оградку и тянули кто куда потянет ну вот что это и знать нужен ли храм вообще что не нужен абсолютно не нужен и поэтому дурят идите на благовестия храмы пустые стоят никого нету я я там был вокруг а то все люди против а то враги они будут окна бить поджигать все что угодно будут делать безумие я смотрю ни одного разумного как будто бы нету ночью патриарх только сказал ребята отступать не надо храма хватает но никогда не скажет создается видимость веры почему первых христиане ни одного храма не строили ни одного во всем мире ни одного а чем но аж чем они почему они не строили вот так на каждый ежедневно собирались по домам господь говорит не там и не здесь поклонять все будут самарянки сказал во всяком месте господь близок чтующим его с ежедневно собирались по домам вот у нас мы в частном доме богослужение идут тут архиерей был все а почему вас купола нет а зачем он нужен нам это не надо каждая копейка дорога ну да но я тоже и вот и одной торговой точкой больше одной меньше не по мне как это это господь только гневается на такие храмы где торговля идет он бы господь лишил разума людей решил и главное бьются и там наняли это ммм видно платят платят деньги уже все народ то знает богатыри явилось какое они подходят прям наступает вот-вот ударит а дальше шины жечь будут тюрем не хватит это может перенести другой город и куда угодно ну да на народ сильно накален на самом деле еще патриархия подливает и кто-то борется того ничего не знает он знает храм храм а он храм то не ходит это ребята они так я их знаю там вот это академия единоборств вот это ребята спортсмены вот и как бы их там накрутили по папы и все они пошли там ну что интересно давай защитим патриота там все такое сколько стихотворение послал я не знаю внутри про терпение вот сейчас начнем так прочитали раза два хотя бы ты посмотри что там заложен эти объяснил слова ты согласен с этим ну конечно я обороты ой какие-то вещи меня не могу да я вам спрашиваю у меня у меня такое есть называется перенос событий когда говорю и как так врага обратить до врага обратить это затаус говорит игнатик я скажу так у других поэтов намного больше намного больше мест где нужно было бы их спросить а чё что они имеют ввиду у вас это не так много таких мест на самом деле я участвую ну чем дальше иду по этим стихотворениям знакомлюсь тем я вот смотрю что практически все понятно но есть моменты я у вас спрашиваю но ним не так прям чтобы прям все стихотворение о чем человек писал не там на очень простые и это хорошо две минуты осталось давай ну все я не знаю терпение вот терпение я говорю терпение а ты скажи я буду терпеть пускай они там делать что угодно я буду только молиться я ничего не делаю как будто бы просто доверяюсь богу и он свое время покажет как надо быть но это навык это что это дар божий что это такое терпение опыт жизни конечно показывает мне часто бывает даже вот здесь в интернете а почему вы не отмечаете я на эти слова не отвечаю потому что в том материале который я выставил там все сказано мне не надо не защищать не опровергать так спаси христос и гнать их час уже время час у меня на море тебе говорила крещение которую тебя к крещению накидал сколько сделаем крещение это в потом идет по после терпения я вообще видите у меня еще задолжал там два отзыва брал я у дмитрия лемеша брал и брал у сергея игнатова и тоже нужно как-то оформить сделать ладно если вдруг я не смогу найти фото тогда уж извините я сделаю просто тогда белый лист и слова и мой голос это я тебе скинул сейчас я арестованный иду так это подачу но это там же к месту надо изображение не просто так игнать тихончик ну никто-то не разрешал фотографирует все отбирали так все отошел богом спаси христос выключай